Казус Малиновского Что случилось с виолончелистом Малиновским К моменту призыва в армию он был уже женат и имел сына двух лет с небольшим Как известно всем, а кому неизвестно сообщаю, что при наличии двух киндеров Папин, он же фатер, он же отец, он же фазер, от срочной службы освобождается На это Малиновский с женой и рассчитывали, решив скоренько заиметь еще одного карапуза Да и вот незадача Беременность протекала с затруднениями А потому Мутер, она же Мамахин, она же Мазер То есть жена виолончелиста Малиновского частенько леживала в больницах И самому виолончелисту приходилось чуть ли не каждый день слезно выпрашивать увольнительную Чтобы забрать малыша из садика, понянчиться с ним, одеть, накормить, поиграть Утром в садик спровадить и бегом через полгорода на службу в армии То утро, о котором пойдет речь, началось, как обычно, с общего построения Все протекало буднично и обыкновенно За исключением одной детали В строю рядовой Малиновский стоял не один Он держал за руку малютку лет около трех В синих штанишках на перекрещенных лямках, в клетчатой рубашке и летних сандаликах Малый ковырял в носу, а рядовой Малиновский дергал его руку и что-то шипел, стараясь быть неслышным Неслышным быть Малиновскому не удалось, несмотря на все его усилия Командовавший построением младший лейтенант Нелюдов при виде малыша даже несколько смутился Хотел было рядового Малиновского вывести из строя и объявить ему очередное взыскание Но почему-то просто по-человечески Вдруг спросил Бивать некуда, что ли, пацана? Некуда Подтвердил Малиновский В карантин в садике Дернул малютку за руку, чтобы тот не ковырял в носу, а сам потупился А как же тренировка? Так и не выучив слово репетиция, спросил младший лейтенант Не знаю Ладно, давай его в кабинет к заму по АХЧ У него уже трое внуков, он понимает, как с детьми нужно, а мы после обеда разберемся Пробудившаяся не к месту в Нелюдове жалость Сыграла со всеми шутку Но никто еще не подозревал об этом Виолончелист Малиновский Завел сына в кабинет заместителя по хозяйственной части Пожилого, добродушного Виталия Матвеевича И все отправились по своим, так сказать, рабочим местам На репетицию Малыш Малиновский, получив от папы строжайшей строгости наказ вести себя тихо Как только папа скрылся за дверью Тут же начал наказ исполнять по мере возможности То есть залез пальцем в письменный прибор на столе Виталия Матвеевича Вытащил оттуда гигантскую кляксу Клякса с пальца сорвалась и угодила именно туда, куда было надо На финансовую ведомость Обычно спокойный Виталий Матвеевич Пережил эту неприятность, лишь слегка вздрогнув Он промокнул кляксу пресс-папье и протянул юному Малиновскому платок Немедленно вытри руки В чернильницу нельзя руками лезть Разве тебе папа не говорил? Нет, не Галявель Объявил отпрыск И потянулся посмотреть на запачканную ведомость Чтобы удобнее было тянуться, он схватился руками за счетный аппарат Феликс Отчего тот поехал И оба успешно рухнули на пол Падая, малыш поддел ногой корзину для бумаг И все ее содержимое разлетелось по кабинету «Ох, боже!» — воскликнул зампу АХЧ И ринулся поднимать юного альпиниста У того на глазах стояли слезы Но он мужественно терпел, пока его поднимали, отряхивали Оттирали пальцы послюнявленным платком И даже не проронил ни звука, когда его водили умываться Однако лишь только Виталий Матвеевич вернулся в кабинет Малютка во мгновение ока умудрился А. Разбить цветочный горшок с подоконника Б. Опрокинуть вешалку с одеждой В. Оседлать Виталия Матвеевича с радостным возгласом «Лесятка!» — в тот момент, когда тот ползал по полу, Собирая разбросанное содержимое корзины Г. Оказаться на столе, несмотря на яростное сопротивление Виталий Матвеевич, опытный папа и дедушка, Воспитавший двух детей и троих внуков, Действительно был опытен и мудр, А потому дрогнул лишь часа через полтора от начала событий Проявив несвойственную обычно ему поспешность, Он заскочил в кабинет Нелюдова, но того на месте не оказалось Тогда он риднулся в кабинет к старшему лейтенанту Протянко И слезно начал умолять прекратить пытку Протянко, который только что появился, Так как с утра находился на совещании в штабе округа, Был не в курсе происходящего И смело поспешил на помощь Оба устремились в кабинет зама по Ахыче Зрелище, открывшееся их взору, Могло любого потрясти до глубины души На роскошном письменном столе Стоял на четвереньках, перемазанный чернилами малютка Без своих синих штанишек И, повторяя «Я хочу пи-пи» Радостно брызгал на помятые важнейшие армейские бумаги Штанишки висели на рамке грамоты С благодарностью военного совета После того, как два взрослых человека, Два кадровых офицера Попытались спасти раскисшие бумаги, Накрыли промокшее зеленое сукно Какими-то тряпками, Надели на малыша штанишки И припроводили непоседу в другой раз умываться, Общим собранием было решено Поместить удальца в кабинете Протянко, Но при одном условии Он не будет ни к чему прикасаться, А будет играть на диване, Иначе папу посадят на гауптвахту, И папа не купит малышу мороженое. Немало не подумав, Малыш утвердительно кивнул головой. И действительно, минут десять сидел на диване тихо, Перебирая в картонной коробке какую-то мелочь. Коробку принес Виталий Матвеевич, Пересыпав в нее из-за кромов Всякую мелкую ерунду Для развлечения детяти. Протянко уже было внутренне возрадовался. Да рано! — Дядь, а это что? Малыш протянул пустую баночку Из-под сапожного крема. — Крем, сапоги чистить! Вздрогнув, ответил старший лейтенант. — Дядь, а что такое клем? — Это... Это такая штука, Чтобы сапоги блестели. — Дядь, а у тебя есть сапоги? — Есть. — А где они есть? — В шкафу стоят. — В каком шкафу? — Вот в этом. — А зачем они там стоят? — Потому что я их туда поставил. — А зачем ты их туда поставил? — Извини, дружок. Ты мне мешаешь работать. — А зачем тебе работать? — Я занимаюсь важным делом. А ты мне мешаешь. Помолчи, пожалуйста. — Хорошо? — Колосо! Пять секунд тишины. — Дядь, а это кто? — Малый крутил в руках поломанную кокарду. — Это от военной фуражки. Кокарда. — А совсем кокалда? — Чтобы знали, что ты военный. — А совсем военный. — Господи, я просил тебя помолчать. Мне надо работать. Еще пять секунд тишины. — Дядь, а это для чего? — Это... Несчастный старший лейтенант обомлел. В руках малыша он увидел кобуру. — Не трогай! Положи немедленно! Это нельзя! Братсянка выскочил пулей из-за стола и мигом выхватил кобуру. Слава богу! Кобура была пустая. — Где ты это взял? Почти заорал он. — Где взял? — Отвечай! Лицо младенца сморщилось, предвещая рев. — Скажи мне, где ты взял эту штуку? А то... А то... Братсянка понятия не имел, что будет. А то... Наконец счастливая мысль посетила растерянного старшего лейтенанта, а то я твоего папу уволю. Незнакомое малышу слово неожиданно произвело нужный эффект. — Я это там, яй! Он указал пальчиком на тумбочку. Молния воспоминания вспыхнула в мозгу протсянка. Он метнулся к тумбочке и мгновенно выдвинул ящик. Слава Всевышнему! Пистолет лежал внутри. — Никогда! Слышишь, никогда нельзя брать это! Чужие вещи брать нельзя! Понятно? — Я игла... — Чужие вещи! Не игрушка! — Шкодник молчал, насупившись. Немного успокоившись, протсянка спрятал пистолет в кобуру, кобуру положил в сейф, закрыл его, проверил, убедился, что закрыто, что закрыто надежно, и лишь тогда вернулся к делам. Однако на этом ничего не закончилось. — Дядь, поиглай со мной! — попросил младший Малиновский и попытался влезть на стол протсянка. — Нет! Мы договаривались, что ты будешь сидеть тихо на диване. — Договаривались? — Договаривались! — Вот и сиди тихо! — Это что у тебя? — Маленький Пальчик указывал на погоны. — Это... Это погоны. Мое звание. — А как тебя звать? — Меня звать дядя Миша. — А зачем тебе погоны? — Чтобы знали, что я офицер. — А зачем ты офицер? — Офицер — это начальник над солдатами. Твой папа — солдат, а я его начальник. — А зачем начальник? — Слушай, ты снова начал мне мешать. Пожалуйста, помолчи. — А зачем помолчи? — Ну ты мне что обещал? — А я играть хочу. — Играй на диване. Не мешай мне. — А зачем на диване? — Господи, ты можешь ну немножко помолчать. — А зачем, господи? Мужественный старший лейтенант, кадровый офицер, протянка держался стойко, как и полагается офицеру, и продержался долго, очень долго, почти сорок минут. Но противник был силен, не погадал. Малютка Малиновский оказался закаленным в сражениях бойцом, не знающим пощады, и, в конце концов, мужество покинуло несчастного лейтенанта. В самый разгар репетиции ансамбля он возник в зрительном зале с пачкой каких-то бумажек в руке и начал делать отчаянные жесты дирижеру. Тот постучал палочкой, строго посмотрел на старшего лейтенанта и объявил пять минут перерыв. Пока все курили, трещали последними анекдотами и разминали затекшие ноги, можно было видеть, как протянка в ужасе что-то говорит дирижеру, начальнику ансамбля, майору Харченкову, а тот делает изумленное лицо и что-то строго бурчит. — Разговор продолжался значительно дольше объявленного времени, а закончился совершенно неожиданно. — Рядового Малиновского ко мне позвать. — Быстро! — приказал майор. И когда тот появился, счастливый протянка вручил ему пачку увольнительных записок со словами «Чтоб я твоего...» — непечатное слово — больше до дембеля в армии не видел. Однако казус. Вот так рядовой Малиновский, а по совместительству первая и единственная биоланчель ансамбля песни и пляски, получил возможность ходить в увольнительную в какое угодно, в любое время дня и ночи. Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...